Стартовала всероссийская акция StopVich Speed. В ближайшую неделю по всей стране любой желающий сможет пройти бесплатный тест на ВИЧ и получить консультацию о том, как защититься от заражения. В России стартовала ежегодная акция StopVich Speed. Фото, Максим Богодвид, РИА Новости. Это нестандартное медицинское мероприятие, ведь ставшая уже традиционной общероссийская компания проводится в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа, который отмечается 19 мая. По всему миру под знакомой красной ленты символа движения против распространения ВИЧ, СПИД в эти дни проходит памятные акции. Число ВИЧ-инфицированных в России достигло почти 900 тысяч человек. В России главная цель компании – сдержать распространение инфекции. Если четверть века назад, когда проблема ВИЧ-СПИД стала в полный рост, вирус распространялся в основном в группах риска и чаще всего причиной передачи были инъекции за грязненной иглой при употреблении наркотиков, то сейчас в трех случаях из четырех заражения происходит в результате обычного сексуального контакта между благополучными, внешне здоровыми мужчиной и женщиной. Минус. Число ВИЧ-инфицированных россиян достигло почти 900 тысяч, поэтому специалисты не устают повторять. Основный способ остановить эпидемию выявит всех скрытых носителей вируса. Но для этого каждый сознательный человек должен сделать тест, чтобы понять, не заражен ли он. ВИЧ-положительных пациентов медики берут под контроль и при необходимости проводят им антиретровирусную терапию. Второй важнейший момент постоянно разъяснять людям риски и возможные пути заражения – учить грамотному поведению. ВИЧ пока остается реальной угрозой жизни. Например, только в Забайкальском крае в прошлом году от осложнений СПИД в терминальной стадии умерли 257 человек. В их память вчера в Иркутске на воду Байкала были спущены зажинные лампады и красные ленты. Однако последние годы стали прорывными, появились антивирусные препараты, способные остановить разрушительную работу вируса в организме. Поэтому если диагноз поставлен во время и человек согласен лечиться, СПИД перестал быть смертельным приговором. Получающие лечение ведут обычный образ жизни, учатся, работают, женщины под защищающей терапией рожают здоровых детей и перестают передавать вирус другим людям. Минус. Назван продукт, укрепляющий здоровье сердца. В прошлом году обследования на ВИЧ-инфекцию прошли 37,9 миллиона человек фактически каждый четвертый житель страны. В Минздраве России уточняют, количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 миллиона, а число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции снижается. Но общее число зарегистрированных носителей вируса очень велико на начало нынешнего года она составила почти 900 тысяч. Еще одна серьезная проблема, связанная с ВИЧ, дискриминация людей, оказавшихся жертвами заражения. Им отказывают в работе, детей не берут в сады и школы, многим приходится жить в социальном вакууме. Поэтому большинство скрывают свой статус, многие даже отказываются от терапии, лишь бы не светиться. Поэтому в этом году тестирование и разъяснительная работа будут проходить на крупных предприятиях. Вместе с медиками к людям придут трудовые инспекторы, они расскажут о правах ВИЧ-положительных работников. Например, в Санкт-Петербурге акция стартовала на крупнейшем предприятии города Кировском заводе. Общество здоровья и правительство Минздрав. Борьба со СПИДом.